Большой стендап! Новый год! Выяснилось, что я очень тупая, оказывается. Я вообще ничего не умею. Я живу в комнатной квартире. У меня недавно в одной комнате пригорела лампочка, и теперь я живу в однокомнатной квартире. Все. Свет больше не включаю, потому что студия — это не мое. Я на такое не подписывалась. У меня еще счетчиков на воду нет. Я плачу по тарифу, это очень дорого, но я хрен знаю, откуда звонить, чтобы мне их поставили. Поэтому до чего я додумалась, я беру максимум от этой ситуации. Просто у меня вода там льется постоянно. Просто она сейчас включена, если что. Я приеду в Питер, выключу. Может быть. А может оставлю. Не знаю. Если в мире закончится пресная вода, извините. Я за все заплатила. Бонакву всем должны раздать. Все нормально. Должно хватить. В общем, нет счетчиков. Зато есть домашний телефон. Он остался от предыдущей хозяйки. Я не знаю, как его выключить, естественно. Поэтому я по нему общаюсь с бабками, которые ошиблись номером. Никто пока не звонил больше. Но мне нормально. Я уже привыкла. Я человеку сразу говорю, что он ошибся. Мне когда на Пасху звонила такая бабка, говорит, Христос воскрес. Я говорю, вы ошиблись. Бабка сказала, миллионы христиан не могут ошибаться и бросила трубку. Это самый странный был разговор в моей жизни. Я еще скоро... О, у меня, кстати, новость есть. Я дело в том, что вот буквально на днях узнала, что я скоро стану кем бы вы думали. Есть варианты? Варианты? Бабушкой. Да я обожаю этих шутников. Бабушкой. Нет. Не-не, не мамой, не бабушкой. Бомжом, ребят. Но это чисто формально. То есть я из одной квартиры выписываюсь, с другой прописываюсь. Это там на несколько дней. Но я не знаю. Я так хочу побыть бомжом. Я столько приколов придумала уже. Я просто сразу позвоню своему самому пьющему другу, позову его выпить и буду говорить, Юра, ты докатился, ты с бомжами бухаешь. Все, ну это уже край. Еще можно подойти к дому своей классной руководительницы, сесть там где-нибудь возле мусорки, дождаться ее, когда она придется сказать, выкусить, Ирина Анатольевна. Не стала я проституткой, видите? Вот. Физика ваша тоже не пригодилась. Прикиньте, вообще идеально. Еще можно кого-нибудь парня позвать на свидание, только обязательно там с ним поцеловаться и в конце спросить, ты концелался с бомжами? Он скажет, с ума сошла? Конечно, нет. Я такая, ну тогда с почином. Вот единственная будет жесть, если я спрошу, целовался ли ты с бомжами, он такой, блин, а как ты узнала? Кто меня сдал? Борода сиплая, вонючка кто? Важно вычислить предателя. Я еще, блин, я знаете, что заметила? Я заметила, что комики известные почему-то любят кредиты рекламировать. Ну, прямо я имею в виду там Павел Воля, Харламов, там еще кто-то кредиты рекламировал. Я думаю, ну это же не те комики, которые должны кредиты рекламировать, да? Я вот могу, ну, потому что у меня он есть. Я знаю, как такая реклама выглядит должна. Это не как у Павла Воля. Он там идет такой классный в костюмчике и говорит, моя жизнь, это шутки. Но потом появляются деньги, все становится серьезно. Да иди ты, п***ь, Маша, своими деньгами. Это не реклама кредита. Вот реклама кредита, это я стою и говорю, нужен был ноутбук. Мне мама не отдала, когда я съезжала, и все. И в конце просто банк. Спасибо, что не стали проверять мою кредитную историю, потому что, ну, там только вы и п***ь не надумались. Все, вот я вас выбрала. Ну ладно, они кредиты рекламировали. Окей, Киркоров какое-то время рекламировал пятерочку. Видели это вообще? Ну, Киркоров пятерочку. Мы же там постоянно на него натыкаемся, да? Я как не зайду, вечно возле помидоров стоять, не пройти никуда из-за него. Просто, ну, на минуточку, на минуточку. У Киркорова есть свой личный поезд. Я вот до Киркорова еще про Николая Второго слышала, что у него поезд. Все, вот два человека в истории. А в рекламе он тоже такой что-то классный. Подходит на кассу, достает, выручай карту из пиджака. Я думаю, блин, молодец, Киркоров. Прямо у тебя и поезд, и выручай карта, получается, да? Круто ко всему готов в этой жизни, а ты поезд, наверное, за баллы РЖД-бонус купил, да? Пока ехал в купе из Болгарии, нормально, можно себе позволить. Но Киркоров тоже, хрен с ним, всего можно ожидать от человека. Но вот Сергей Светлаков, адекватный, казалось бы, да? Ну, вот рекламирует фикс прайс. И он там еще такую фразу произносит в рекламе. Он говорит, дарить то, что хотел бы получить в подарок сам, это так по-человечески. Я думаю, ***, Сережа, что ты там так приглянулась? Просто интересно, вот эта пластмассовая мешалка вот эта. Я прям представляю, как Светлаков стоит в фикс прайсе, смотрит на нее и думает, блин, скорее быть днюха. Не знаю, Голустяну, что ли, намекнуть, что вечно что-то, да? Но, кстати, Светлаков экономный человек, это правда. Я с ним смотрела интервью, и он там сказал, что хотел жене на день рождения подарить часы за 2 миллиона, но потом нашел гораздо дешевле. Я даже знаю, где, мне кажется, я просто женщина очень обрадовалась, когда он узнал про фикс прайс, я уверена. Он пришел, говорит, прикинь, есть магаз, она *** вышла замуж за звезду, блин, а надо было. У меня мама хочет внуков, а я единственный ребенок в семье, это она зря, конечно, не подстраховалась, надо было. Она чисто поставила все на зеро. Но я ей говорю, мам, смотри, вот ты мне в детстве читала сказки, и там дед с бабкой захотели внуков, и что-то колобка вылепили, да, в другой сказке. Там и снега внучку как-то сделали, справлялись люди сами подручными средствами. Не было ни одной сказки, где дед с бабкой захотели внуков и затрахали детям мозг, ни одной. Но мама, она понимает, что эти стандартные вот эти аргументы, типа часики тикают, это все не работает, поэтому она ищет другие варианты, и это великолепно просто. Она мне позвонила недавно, она говорит, смотри, у меня тут у одноклассницы внук родился, и у него дочь говорит, сейчас в роддоме такие хорошие условия. Ты представляешь, им там даже на обед красную рыбу дают, и я думаю, о, круто, вот это мотивация, да, наконец-то, я же этого ждала, потому что это прям мотивация, что пройдет. У меня ребенок подрос немножко, начал спрашивать, мама, ты больше хотела мальчика или девочку? Да я, блин, форель хотела вообще, просто акций не было в пятерочке, вот ты теперь. Но это еще нормально, это нормально. Она один раз такое мне выдала, она говорит, смотри, вот ты рожать не хочешь, а потом умрешь, а кто тебя хоронить будет? Я думаю, во-первых, что за жесть, а во-вторых, ну уж, наверное, кто-нибудь похоронит, да, вряд ли так оставит. Типа это вот не рожала, пусть валяется теперь здесь, надо было думать раньше. Или что у нас в стране за всю историю только двое бездетных, да, я и Ленин. Ну вот мы вдвоем, вдвоем с тобой. Тем более, ну, чтобы родить, надо как-то на свидание для начала ходить, начать. Да, мне 31, все, мне лень, понимаете, я замуж не выйду уже. Ну, не потому что я никому не нужна, потому что это выходной, рано вставать, что-то куда-то ехать, там родственники эти сраные, платить за них там, ну, я не хочу. Я в 20 лет нормально, в 20 они легкие на подъем. У меня есть в Питере знакомая, ей там что-то года 22, она мне такую фразу кинула как-то, она говорит, а у меня, кстати, в субботу свидание в Москве. Я говорю, ну, хороший ресторан, я там была, классно, сходи. Она говорит, не, не в ресторане, в Москве. Это она в другой город на свидание поехала, понимаете? Это вот тот случай, когда долго собиралась на свидание, это не в смысле красилось, а она прям собиралась, она прям курочку запекала в дорогу, вещи в плацкарте складывала на свидание, чтобы поехать. Потому что я вот в 31, мне один раз надо было на свидание с двумя пересадками на метро ехать. Я думаю, нет, это не мой человек, я не уверена, что так уж он мне сильно нравится, чтобы пересаживаться на Кузнецком мосту. Мне это вообще не упало. Но мужчины, кстати, тоже с возрастом теряют энтузиазм. Я просто недавно осознала, что я уже лет 5 не слышала слова траходром. Вообще все, ну, они уехали из моей жизни куда-то навсегда, видимо. Но мне кажется, даже если я сама приеду к парню, скажу, ого, вот это траходром, он скажет, ты, ***, это ортопедический матрас, ты. Мы его не будем осквернять, понятно? Не для тебя приобретался вообще. Но мне нравится, меня все устраивает. Правда, у меня друзей много, мужчин, например. Мне кажется, у меня поэтому парней нет. Я просто знаю, что это за люди, там лучше вообще не связываться. У меня просто друг как-то сказал такую фразу, он говорит, надо будет сегодня носки помыть. Я говорю, ты, наверное, перепутал, ты имел в виду постирать, но нет, оказалось все правильно, он имел в виду помыть. Помыть носки. Как это работает? Смотрите, он периодически ходит в душ в носках. Это типа он помылся сам, вот, и носки заодно помыл. Вот такая тема, очень удобная. Я думала, он один такой идиот, я рассказала другому другу, он говорит, да, я знаю эту тему, я так свитер мыл. Я один раз это рассказывала в ком-то баре, за первым столиком сидели мужчины, один такой, слушай, Серега, кстати, это тема, нормально. Че, можно на работу попозже вставать, классно, удобно очень. Но мужчины, я вот очень люблю зато самооценку мужскую, в этом плане я прям завидую, я тоже себе такую хочу. Я просто как-то услышала фразу, мне друг сказал, Оль, я типа большому секрету расскажу, прям тайно, никому не говори, но у меня есть бастард. Я говорю, кто у тебя есть бастард? Бастард, ну, бастард бывает у короля, у бастардов не бывает бастардов, да, ну, не было такого. Но мне было интересно, что там за история, короче, выяснилось, что у его бывшей девушки есть ребенок, и она никогда ничего подобного ему не говорила, но он решил, что это от него. Я говорю, а ты с чего еще взял, что это твой ребенок? Он говорит, ты бы его видела, очень на меня похож, вообще одно лицо. Я говорю, так вы, блин, якуты, ну, давай, давай честно. Ребенок бурят, может быть, я не знаю, это в целом вас же не отличить. Но весело с мужчинами дружить, потому что с девчонками, у меня есть подруги, а они классные, я их очень люблю, но женщины, с нами же сложнее, у нас загоны постоянно какие-то. Я причем заметила, что у девочек какие-то одинаковые плюс-минус загоны. Либо слишком толстая, слишком худая, маленькая грудь, ублюдский нос. Сейчас поаплодируйте, девчонки, в кого хоть одно что-то попало. Хотя бы одно. Ага. Ну, у нас на первых рядах прям красотки, конечно, сидят. Ладно, ладно. Ну, а мужчины, там, нет, там тоже бывают загоны, но там каждый загон эксклюзивный. Просто у меня есть друг, он как-то загнался, он говорит, слушай, я все время чешу ногу. Я чувак, который чешет ногу. Я говорю, так чеши, ну ты яйца чешешь, у тебя вообще это не смущало ни разу почему-то. Вот, ну, чешу ногу, да, что такого? Вряд ли ему кто-то не дал из-за этого. Вот, вряд ли была ситуация, что девушка вышла из души, увидела, как он чешет ногу. Она такая, да господи, блин, зачем ехала еще водолей? Надо было сразу все понять. Но с мужчинами весело дружить, правда, с девчонками. Вот прям у меня нормальные подруги, но я с такими душными телками сталкивалась на девичниках. Знаете, модно же, чтобы невеста не знала, что будет происходить. А ее подружки что-то сами собрались, там что-то придумали. И вот в таких компаниях все равно за телка, которые всех выбесят просто своими шикарными идеями. Типа, что будем делать на девичник? Ой, а давайте сплетем венки и будем их пускать вниз по реке в знак прощания с девичеством. Очень весело. Говорю, мать, давай мы вот накидаемся в знак прощания с девичеством, особенно ты. Тебе прям надо, я потом с тобой поговорю. В итоге мы выбрали, что средняя, у нас была там вечеринка в стиле Дисней. Но по факту мы просто накидались в костюмах принцесс. Все. Было символично, что пришлось держать волосы Рапунцель. Это мы поугарали там. Но у меня вообще нормально. У меня прям классные подруги. У меня есть подруга, она тоже в Питере живет, а сама там из какого-то маленького города. И она в Питере выглядит вообще как попало. Ей пофиг. Она может не накраситься, там что-то надеть непонятное. Когда она идёт себе в этот город, она делает всё. Она делает маникюр, педикюр, худеет. И говорит, слушай, а ты не можешь всегда так выглядеть. Она говорит, смотри, в Питере всем насрать. А там нельзя расслабляться. Потому что город маленький, бывших много. По-любому кто-то из них меня увидит. И я хочу, чтобы он пошёл и обдрочился. Потом на секунду задумалась и добавила, и слёзы капали на член. И я думаю, ну всё, всё. Я восхищаюсь этой женщиной. Потому что, ну, во-первых, всё правильно, да? А во-вторых, ну согласитесь, как красиво сказано. И он пошёл и обдрочился, и слёзы капали на член. Да это же просто... Мне кажется, если бы эти строчки пришли в голову Пушкину, так бы Евгений Онегин закончился. Я уверена, это идеально вообще туда подходит. И в конце, смотрите, ну я про мат, ну уже поздно предупреждать про мат, да, уже всё было. Потому что, блин, я люблю мат. Мне не нравится этот закон, который его запретил везде уже в интернете. Я не люблю, когда он неуместен. Но иногда нужно называть вещи своими именами, да? Например, вот слово ***. Но это же не то же самое, что украсть, правда? Потому что ты, если ты что-то украл, это ты планировал. У тебя прям цель была ***. Ты, ну, увидел ***, вдохновение было скорее, понимаете? Это творческий порыв. И нельзя же *** что-то важное. Ну, три миллиарда из бюджета можно только украсть. ***, можно гуся. Если ты украл три миллиарда, ты будешь помалкивать об этом. Потому что, ну, фиг знает, но вдруг посадят. Если ты *** гуся, это невозможно держать в себе. Это сразу сториз. Поверьте, я точно знаю, о чем говорю. Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Большой стендап. Новый год. Субтитры сделал DimaTorzok